В Уральском федеральном округе усилят борьбу с контрафактным алкоголем, не исключение и Югра. За прошлый год по всему региону было проведено почти 900 контрольных мероприятий и составлено больше тысячи административных протоколов. По результатам совместных инспекций с МВД, в УРФО изъято из незаконного оборота свыше 320 тысяч литров контрафакта. После проведения следственных действий он подлежит уничтожению. Представители Росалкогольрегулирования осуществляют как самостоятельную, так и совместную с полицией работу по выявлению. И пресечению реализации подпольного алкоголя. Мы не только проводим совместные контрольные мероприятия, мы также осуществляем учебно-методические занятия для сотрудников МВД. Это все используется нами как необходимая мера для пресечения нелегалом. Также очень активно взаимодействуем с субъектами, с лицензирующими органами. Посредством декларационного контроля и обмена информацией мы выявляем схемы, именно схемы потока и потоки нелегальной продукции. В 2015 году у нас таких схем было выявлено 29. С 1 января текущего года к специально созданной системе государственного контроля за объемом производства и оборота этилового спирта алкогольные спиртосодержащие продукции подключились оптовики. С 1 июля тоже самое будут вынуждены сделать розничные магазины. С января будущего года продавать с помощью ЕГАИС нужно будет и в сельских поселениях. На текущий момент к системе подключились почти 85% организаций в Дюгре, осуществляющих розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции. И абсолютно все компании, реализующие оптовый оборот. Само программное обеспечение предоставляется бесплатно. Если у предпринимателя уже есть компьютер, то расходы на него нести не нужно. До 20 апреля 2016 года все без исключения, кто осуществляет деятельность розницы по продаже алкогольной продукции, должны зафиксировать поставленную продукцию файл за период с 1 января 2016 по 31 марта 2016 года. В случае, если этого сделано не будет, то здесь могут быть применены санкции. Для юридических лиц штраф составляет от 150 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 15.